В понедельник проверку соблюдения масочного режима во всех видах общественного транспорта начали с остановки в центральный автовокзал. На одной из главных дорожных артерий города Московском шоссе весь поток автобусов, троллейбусов и маршруток проверяют сотрудники департамента транспорта, полиции, представители перевозчиков и добровольная народная дружина. За неделю в Самаре проводят 80 рейдов. Работа идет достаточно планомерно. Мы призываем всех пассажиров общественного транспорта в обязательном порядке пользоваться масками для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболевания. Пассажиров, которые не соблюдают масочный режим, сотрудники полиции выводят из транспорта и составляют протокол об административном правонарушении. Штраф доходит до 30 тысяч рублей. За прошедшую неделю в Самаре было составлено 20 протоколов на пассажиров без масок. Всего с начала года зафиксировано 475 таких нарушений. Масочный режим должны соблюдать не только пассажиры, но и экипаж, кондуктор и водитель. В случае нарушения режима с их стороны в отношении организации, где они трудятся, будет выписан штраф. Для юридических лиц он доходит до 300 тысяч рублей. Перевозчик со своей стороны принимает все необходимые противоэпидемические меры. Что касается дезинфекции, санитарной обработки всего подвижного состава, мы также не прекращаем это делать. В автобусах, троллейбусах и трамваях устанавливаются специальные приборы, которые обеззараживают вирусы всевозможные. Проверки масочного режима проходят во всех внутригородских районах Самары. Пассажирам советуют надевать маску заранее, еще при входе в транспорт. Это минимизирует риск заражения коронавирусной инфекцией. Жителям города в очередной раз напоминают, наличие QR-кода не дает права игнорировать масочный режим. Михаил Ермоленко, Никита Колосов, Сергей Баскин. События.